Про нас просто забыли. Жители улицы Паши Ангелиной в Михайловке пожаловались на то, что их игнорируют некоторые службы города. Мусор не вывозится уже месяц, в то время как кругом уложили асфальт, про них и не вспомнили. Да и кто-то посчитал, что люди прекрасно обойдутся без уличного освещения. Далее подробнее. Они мне сказали в обеззаловку это. Я должна. Давайте возьмем с этого. На 20 домов я так и знала, что будет стоять три мусорки. Хотя бы шесть поставили. А мне в обеззаловку сказали, что штраф будет на тебя за то, что ты не будешь. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. У всех договор есть. Все платят. У жителей улицы Паши Ангелиной зашкаливает накал возмущений. Уже прошел месяц с той поры, когда сюда наведывалась мусоровозящая техника. Зловония, мухи и черви в летний месяц распространяются быстрее, чем коммунальщики отвечают на звонки. Не так давно всех обязали заключать договоры на вывоз ТБО и платить. Жители свои условия выполнили, а вот коммунальщики нет. Когда я договор составить не хотела, они сказали, частный сектор, будете жить как свиньи. Вот это мусор все валяется у нас. Сказали, составьте договор и у вас будет чистота порядок. Пожалуйста, составили мы договор. Пожалуйста, мусор сказали, каждые 10 дней будем вывозить. Не так давно жители, не все жители, к сожалению, улицы заключили договора на вывоз ТБО. Кратность вывоза по данной улице составляет один раз в 10 дней. На сегодняшний день техника, согласно графику, работает. ТБО вывозится. Ну и плюс к тому, что перенаполнение идет за счет того, что все-таки это частные дома, это огороды, откуда сейчас активно сносится зола. Весь мусор, который не пригоден для сжигания в печи, как это делают многие. Жители говорят, что устали от отговора коммунальщиков. Печки они летом не топят, золы нет и травы в баках тоже. Это исключительно бытовые отходы, которые давно перестали умещаться в баки. Обыкновенный мусор. Когда я ему говорю, а куда нам его девать, мешки, куда нам девать, если вы не забираете. Он мне говорит, вы собирайте дома, а потом выместите. Это нормально. А когда не платишь, значит штрафы, пожалуйста, аресты, пожалуйста, а вывоза нет. Это нормально. Даже возьмите с того вывод, когда не подъехали мусор забирать. Я говорю, а почему вы мешки-то оставляете, а он берет эти же мешки снова к нам в контейнер и уезжает. И как быть, так же контейнер полный стал. Он взял нагло два мешка, туда закинул, он их не вывез, он оставил контейнер и уехал. Это нормально? По всей видимости, может быть, просто ребята уже были полные. Конечно, я не оправдываю действия наших подчиненных сотрудников. У меня вот дети вот сейчас вот выходят, да, и мухи летят домой. Они болели у меня три дня, вот два дня где-то живот и рыгали. Из-за мух, из-за вот вся болезнь же тоже мухи тоже же возят, ну, летают. Вот обращение к Акимату хотели бы, если бы Аким бы сам вот пришел бы, посмотрел бы, вот прошел бы по улице, вонь стоит невозможная здесь. К сожалению, да, мы по частному сектору немножко идем с опозданием, потому что техника, она все-таки периодически выходит из строя. Но в течение ближайших нескольких дней мы полностью отставание наверстаем. Если с мусором обещали решить вопрос уже скоро, то неутешительные прогнозы по асфальтированию. Лето кончается, а на улице так и не приступили к ремонту. В то время, как все улицы в округе закончили асфальтировать в прошлом году. Старые фонари шесть лет назад после многочисленных жалоб заменили на новые опоры без фонарей. С тех пор улица погрузилась во тьму. Мы такие же граждане, мы так же платим налоги. Мы вот ездим на машине, здесь на машине ездить нереально, особенно когда грязь начинается. У нас там застревает машина, там застревает машина, вот эти ямы без бамперов, пожалуйста. Света у нас ни детей встретить, ни детей проводить в садик, в школу утром, потому что темно, ходить невозможно. Все ходят с телефонами, с фонариками. 2019 год, все ходят с телефонами, с фонариками. То есть, света нету. В отношении Акимов города Акимов области с 2016 года проведется работа по асфальтированию частного сектора. За прошедшие промежуток уже асфальтировано порядка 160 улиц. Данная работа будет продолжаться. Улица будет включена в перечень для асфальтирования. В отделе коммунального хозяйства обещают, что улицу не оставят без асфальта. Это лишь вопрос времени. Подадут заявку на следующий год и при одобрении на сессии городского или областного маслехата решат вопрос с асфальтированием. Когда это точно случится, сказать трудно. Что касается освещения, на сегодняшний день разработаны конкурсные процедуры по проекту государственного частного партнерства по закупу освещенностей. В планах у нас постепенно освещать те сектора, где у нас на сегодняшний день нет освещения. Переулки будут постепенно включаться. Не обещаю, что это будет на следующий год или через год возможно будет. Сколько еще ждать порядка на этой улице Ангелиной неизвестно. Но люди с содроганием ждут начала школы. Того, что будет рано темнеть и дорога от дождей превратится в месиво. Ирина Вобещевич, Шалкар Алтенбеков, Наталья Заяц, 5 канал.